Как грустно, туманно, кругом Тоскли безотраден мой путь А прошлое кажется сном Томи наболевшую грусть Едва я добралась до основного события, когда мой человек создал меня, сумбурно, со мной что-то произошло Я испытала такой силы толчок, словно мною выстрелили из ружья Как снаряд, выплюнутый из ствола неведомого орудия, я долго и стремительно летела в неизвестном мне направлении Ничего не видела вокруг, не чувствовала других мыслей и даже не осязала вездесущего эфа Наверное, так выглядит рождение мысли, когда она, как сгусток духа, вырывается из его тела и обретает самостоятельность Я вновь переживала свое рождение, которое никак не могла вспомнить раньше Я хотела оглянуться назад, мне было важно знать, что же предшествовало моему рождению Но не могла, у меня не получалось Все мое существо было направлено только вперед, в неизвестные мне дали Как только всякое движение прекратилось, я увидела перед собой Вот как мне описать то, чего я сама тогда не поняла Освоив эфа, научившись различать мельчайшие оттенки в его состоянии Постигнув, как мне показалось, абсолютно все в нем Я была в замешательстве По опыту наблюдений знала, что передо мной мысль Незнакомая, какая-то не такая Не как все те, которых мне доводилось видеть за всю мою бесконечно долгую и даже безвременную жизнь И все же не мысль, что-то другое Ни дух, ни плод, ни вселенная и ни мир Оно представлялось мне больше, чем все существующее Значительнее, величественнее Да что же это? Бог? Но его нет Мысли знают об этом? Хозяин эфо? Тогда он должен быть сделан из чего-то другого? Нет Посмотрела я внимательно Прислушалась Принюхалась Напряглась И пришла к выводу, что это Вот досада Мне не хватило самой малости для определения того, что находилось прямо передо мной Меня сбил громогласный, затмевающий собою все повелительный импульс Так Что такое так? Как так? Что так? Знать бы или понять? Или хотя бы растолковал бы кто? Но я уже вновь летела Опять неведомо куда Да еще с такой скоростью В сопровождении такой мощи Что я потерялась Да Именно потерялась Исчезла Как исчезала всегда Когда меня теряли другие мысли Вокруг Не было никакого движения Времени Жизни Суеты Ничего Даже меня Я впервые осознала, что не свободна Я была бессильна как-либо проявить свою собственную волю Раньше я могла летать Куда захочу Или отдаться волнам Направлением Вектором И импульсом Эфо Его непредсказуемой прихоти Его причудливым метаморфозом А сейчас я попросту отсутствовала Нет, я не умерла, конечно Мысли не умирают Мы все это знаем Но тогда что со мной? А мгновение спустя Хоть времени и нет Но иначе я выразиться не могу Мгновение спустя Я словно очнулась За бесконечно долгую свою жизнь И прозрела вторичная В первый раз прозрела, когда увидела Из чего состоит наш мир Во второй раз сейчас Уже не сзади, а рядом Стояла моя тень Нет, мой тень Мысль с мужским знаком И я уже знал Кто этот тень Зачем он здесь И чей То могущество Которое я чувствовал в себе Делало меня Не просто свободной И всесильной Но наделяло Великой осознанной целью Для которой я и была рождена Как? Спросила меня тень Ну конечно же Этот вопрос он задавал не всегда С самого начала Но я не понимала значения слова Как Нам же не нужны слова Важен только смысл И я наконец его осознала Словно Вобрала в себя Так Ответила я радостно И уверенно Повторяя императивную команду И импульс Полученную от той сущности С которой столкнулась недавно Меня осенило Сущность это была Мыслью С большой буквы Самой что ни на есть мыслью Но мыслью главной Которая создала Эффа А из него Самое себя Ее созидательный посыл Ее сущность И заключалась в том Что я услышала Так Вот такая короткая Величественная И необыкновенная мысль По имени Так Родоначальница Всего мира Да будет так И мы с тенью Сделали то Ради чего были рождены Да будет так Человек Как ты велишь Мысли сильные Думы крепкие Потаенные Я Настя Жена Анатолия Он Моя Вселенная Моя Вселенная Так я его называю Любя Я очень его люблю Очень А он зовет меня Моя родная Девочка Раньше в детстве И юношестве До замужества Я была гадким Утенком Никто и не смотрел В мою сторону А столиком Я расцвела Он много Фотографирует меня И обклеивает фотографиями Систены квартиры Мне даже зеркало Не нужно Хожу по комнатам И дивлюсь на себя Как я молода И красива А он тем более Ему всего 45 И всегда будет 45 И всегда будет 45 Но вот случилась беда Он попал в больницу Неделю назад Врачи мне объявили Диагноз Саркома Но вопрос Сколько ему осталось Последовал холодный ответ Не более двух Месяцев А когда меня привели В чувство Сунув на штыря Добавили Но будьте готовы Это может произойти В любой момент Метастазы уже везде Из больницы Нас выписали домой Умирать Это случилось Неделю назад То ли знает Я не смогла скрыть А он лишь утешал меня В тот вечер Не плачь, милая Я просто так не сдамся Чудеса бывают Поверь Девочка моя родная И я поверил Уже несколько дней Как начались Нестерпимые боли Друзья достали наркотики Хотя Официально мы еще не успели Даже встать на учет Вон к диспансере Но коробка лежит Вон Нераспакованный То ли запретил ее открывать Как он терпит Бедненький Я не сплю Которую ночь Сон только изображаю Да и он меня обманывает Впадет на секундочку В забытье Застонет А потом лежит тихо Делает вид, что дремлет А я-то слышу Как зубы скрижищут Он уже ходить перестал Он уже ходить перестал Вчера не смог подняться В туалет Настя Анастасия Анастасия Настя Настя Думы одолевают меня Думы потаенные Думы потаенные Думы потаенные Покой мне не дают Покой мне не дают Сейчас я долго стояла У открытого окна на балконе И смотрела в небо Ночь Сверчки и океан звезд Наш дом на взгорке на окраине города И окнами уходит на лес Мы с Толиком, когда только въехали в нашу квартиру Каждую ночь вот так стояли и любовались звездами Однажды он спросил А ты знаешь, что многих звезд уже нет? А свет от них еще долго будет оставаться? Нет, я не знала Наверное, плохо учила астрономию в школе Тогда он объяснил мне Что такое скорость света Рассказал про расстояние в миллионы световых лет Про законы космоса Про бесконечность вселенной Говорил спокойно, находчиво Я потрясенная Все понимала Потом пыталась то же самое объяснять Своим бестолковым подругам А им это было даже неинтересно Всех больше волновали тряпки Мужья, любовники, цены на продукты А на меня смотрели Как на дурочку Глупые Глупые Позже я полностью сменила круг своих друзей Мой Толик умный Очень умный Кажется, он знает все Мы говорили с ним о Боге О разных религиях Об устройстве мира О политике О медицине О философии Какие бы темы не возникали В наших разговорах Он умел так интересно их преподнести Так понятно все объяснить Что у меня складывалось ощущение Будто я и сама знал это раньше Часто увлеченные каким-то вопросом Мы кидались в компьютеры Целые ночи просиживали в интернете Незаметно переходя от темы к теме И к утру уже забывали С чего собственно началось наше путешествие В необъятный мир знаний Потом родилась Леночка И белый свет закружился вокруг нее В раннем детстве она часто болела Нам пришлось немало попереживать Но все обошлось Сейчас наша красавица уже заканчивает школу Хочет поступать на филологический И пусть Мы не вмешиваемся в ее планы Она девочка серьезная, самостоятельная и умная Вся в папу Хочется плакать Но я держусь, Толя запретил Он сказал, если я заплачу Значит сдаюсь И еще он любит всегда повторять Что для человека нет ничего невозможного Человек тоже вселенная А его разум Бог этой вселенной Бог, построивший весь мир Может все Значит и человек может Ведь только сейчас я всерьез задумывался об этом Человек может все Я смотрел на звезды И дух мой метался между ними и Анатолием Моей любимой вселенной С единственным вопросом Как? Меня зовут Анатолий Я недавно заболел Сначала поставили диагноз ларингит Мы с женой Настеной Собирались на море Отпуск у отбоих Дочура уже настроилась А мне все хуже Назначенное лечение не помогало Настенка бодрилась Как и я Море, мол, вылечит А тут температура поднялась И опять по врачам Перед самым отъездом обнаружилось Что не так все просто Пневмония Ну какая поездка Так и порешили Мои все на море А я в больницу Билет пришлось сдать Настена Моя вторая половинка Моя второе я Моя тень Какая она у меня красивая Я отдавал себе отчет в том Что не все мои друзья Так считают Видел, какие жены бывают у других И по реакции незнакомых мужчин Нетрудно было догадаться Что моя Настя Не для всех эталон женской красоты Но мне было плевать на мнение других Самое главное, что для меня она Навечно девушка моей мечты Я безумно Как привороженный Люблю ее А когда родилась Ленка Я влюбился в собственную жену С еще большей силой Да, бывает и такое Кажется уже некуда Потом убеждаешься Сердце и душа Дна не имеют Пока лежал в больнице Понял по реакции врачей Что дело плохо Что им на плохо сначала не доходило Ну, пневмонии, ну и что Мало ли людей переболело воспаление в легких Помню у сестры в детстве то же самое было Вылечили Сейчас абсолютно здорово Даже насморка не бывает Она правда спортсменкой стала Кандидат мастера По конькобежному спорту Может какая особенная пневмония Есть ведь такие Когда приехала Настя Мне уже было совсем худо Боли начались где-то под лопаткой И горло соднило не прекращая А вскоре меня выписали С самым скверным диагнозом Мне не нужно было его зачитывать Я и сам чувствовал Что у меня творится внутри Я сумбурная Рядом со мной преданный друг и верный помощник По имени Тень Я пробудила дух своего человека Растормошила его Точнее ту его часть Что поддерживает жизнь В хрупком и тленном теле моего создателя Дух, как сильный, гордый, исполин Ласково принял меня Я впервые испытала чувство О котором много слышала Но не представляла, как оно замечательно Это чувство люди называют любовью Мне на моем пути Немало встречалось мыслей Любовных, ласковых, добрых, красивых Великодушных, милосердных Но я-то была всего лишь сумбурной И величия их не осознавала А тут испытал на себе Теперь я понимаю Откуда в Эфо Такое обилие мыслей о любви И какими жалкими на их фоне Оказались мысли Злые, алчные, хитрые, коварные, мстительные Да мало ли их Да мало ли их низменных Но так очевидно надо Эфо не может состоять Только из хороших и светлых мыслей Душ, людей и вселенных Всего должно быть в меру Чтобы не страдала гармония мира Я не умею жаловаться и ныть Как бы мне плохо Или больно не было Я скорее засмеюсь Какова это за стороны? Человеку больно так Что можно потерять сознание А у него из груди вырывается смех Не помню как И когда я таким стал Наверное еще в детстве Бывало, когда дворовые разногласия Решались жестокими стычками Я оказывался физически слаб Меня били Я сопротивлялся Но победить соперников не мог Тогда и родилась моя первая улыбка Насмешка Прямо в лицо Глядя в глаза Победившему и злорадствующему врагу Я ухмыльнулся И получил еще Но оставался не сломленным и гордым Потому что Я все равно сильнее И враг мой Это понял Вот и сейчас Болезнь съела меня физически Проникла в кости В позвоночник В спинной мозг Перегрызла все нервы Чтобы я не мог двигаться Чувствовать Дышать и жить Но улыбаться Хотя бы одними губами Глазами Мыслями Лишить меня этой возможности Она не в силах Потому что я Сильнее ее Настя мне что-то говорила Я уже не слышал А только чувствовал ее состояние Безудержного страдания Она наверное смотрела на меня Но я не видел Хотя старался держать глаза открытыми Не знаю получалось ли Ее руки прикасались к моему лицу Об этом я только догадывался Через какую-то жуткую Стоматологическую анестезию Я хотел Приободрить ее И больше всего опасался Что она заплачет Сначала Одна горячая слезинка Настя упала на мое лицо Потом другая Я лишь предполагаю Что горячая На самом деле Я уже ничего не ощущал Только видел Над ужным внутренним взором Как вибрирует влага На любимых глазах А потом капля за каплей Слезки начали срываться С век моей маленькой Родной девочки Какие-то сумбурные мысли Зародились и заклубились В моей голове Отчаянно тормоша Угасающее сознание Вот только какие И куда они так стремительно уходят Уходят Щемящее чувство обиды И невыразимая боль за мою Настенку И дочку Леночку Переполнили меня Я вдруг решил Что если и умру То не от жестокой болезни А от жалости к своим любимым Как же они без меня Как перенесут мою смерть Господи Губы Настеньки Коснулись моих И наступила смертельная мгла Наверное Я все же Умер Ну Что я говорил Нашла я его Моего создателя Вот он лежит Умирает Геремыка Мучается от страшной боли Мучается Но терпит А в душе Любовь Любовь и сострадание А еще Это пожалуй главное Сила Такая сила духа Что вытянуло меня Сумбурную Из неподия Лена Дочка наша В соседней комнате Наверное спит Она наплакала За последние дни и ночи Я не могла этому воспрепятствовать Я не могла этому воспрепятствовать Папа видел ее обухшее От слез лицо Но делал вид Что не замечает Между нами установилось Негласное правило Не показывать всех своих чувств Может это и дикость Но так хотелось Толя Сама не зная Почему я сегодня произнесла Пытаясь кормить его с ложечки Ты не можешь знать Что готовит тебе будущее Сказала твердо С уверенностью Но тут же все испортила Заплакала Может быть я на секундочку Засомневалась Что Толя по прежнему крепок духом А он Шевельнул рукой в ответ Я поняла Он хотел погладить меня по голове Как делал это часто Последние дни Но сил уже не оставалось Только в глазах Мелькнула ободряющая улыбка Пока веки не закрылись Я увидела Он не сдается И знает что-то такое О чем не успел мне рассказать Не тогда Когда мы сливались с космосом Стоя на балконе в обнимку Не сейчас В эти жуткие дни борьбы за жизнь На секунду мне стало обидно Что я Не во все тайны Была посвящена Анатолием Что хоть одну Но все же он оставил при себе И тут же укорила себя За такие мысли Мне вдруг показалось Что эту Самую главную тайну Он узнал только что Оказавшись на самом краю На самом краю Ложка упала на пол Пронзительно звякнув Я гладила любимые руки Сжимала их ладонями И пыталась согреть Но тело стремительно остывало И мраморная кожа Начала покрываться Какими-то жуткими Синюшками пятнами Мне стало страшно Мне стало больно Я заплакала А значит сдалась Слезы капали на лицо Моего любимого Родненького Толечки А я смотрела на растекающиеся По его щекам капли С какой-то глупой надеждой Что отогрею Мою вселенную Слезами Мне стало стыдно за слезы Я зарыдала в голос И упала Вниз лицом Наверное Горе одолело меня И свело с ума Сама не знаю Как и что я кричала Но именно кричала Да так громко Что звенела посуда В серванте В комнату ворвалась дочка Заревела в захлеб тоже И кинулась на колени Рядом с кроватью отца А я Внезапно умолкла И прижалась К застывшим устам Моего Толи Горячими Кубами И мысли пульсировали В голове Как заклинание Не умирай Моя вселенная Не умирай Не умирай Не умирай Сумбурная мысль Едва родившись В угасающем сознании Мужчины Наконец Смогла увидеть меня Своего упорного И молчаливого Преследователя Потому И имя у меня такое Тень На самом деле Я не тень А крик Крик души Крик женщины У которой коварная болезнь Вырывает любивого человека Я родился На самом краю В тот момент Когда все Почти кончилось И отчаянно Вскочил на подножку Последнего Уходящего вагона С надеждой И единственной целью Помочь Только бы Сумбурная не унеслась Самостоятельный И безвременный дрейф Она же слабая Не помнящая родства Мне много надо успеть За то крохотное мгновение Которое ей может показаться Вечностью Сумбурная Подталкиваемая мною Обрела плоть И оглянулась Я Не исчез Не спрятался А произнес свое заветное Как? Как человеку Превозмочь Свою болезнь? Как свершить чудо? Как стать Богом? Мне пришлось наблюдать Как мучительно Приходит в себя Сумбурная После Пригрезившегося ей Вселенского путешествия Вечного скитания По пространствам мира В поисках источника И смысла своего рождения Я видел Какие иллюзии В долю секунды Вспыхивали И таяли в ее существе Как укреплялась она И оплодотворялась Великим и бессмертным духом Я знаю Как Ответила мне Сумбурная Теперь Наконец Знаю Надо было Только постараться Спасибо тебе Мой друг Что неотступно Следовал за мной Заведующий Онкологическим Отделением Больницы Нерешительно Положил Телефонную Трубку На рычаг Аппарата Поерзал В кресле И взглянул На коллегу Профессора Кафедры Тот Сидя На скрипящем Стуле Молча Барабанил Пальцами По столу Он Отказывается Наконец Произнес Зав Отделение Что Не томографию Не рентген Вообще Приходить Я же Говорил И жену Упрашивали И друга Их Этого Как его Так что Это получается Невероятный Случай Самоисцеления Немного С сарказмом Кривя губы Произнес Заведующий Да Брось Ты Брось Нервно Буркнул Профессор И что Напишем Диагноз Двоеточие Чудо Заведующий Встал За стола Кряхтя От остеохондроза И рассеянно Промямлил Отпишемся Как-нибудь Не знаю Спонтанная Ремиссия Отказ Больного От терапии Черт Что Небудь А возьмем Ко Возьмем Вдруг Толк Выйдет Из этой Чуды Глядишь И материализуется Еще Никак Опыт У нас Теперь Есть А пока Мы ее ПФ Проведем Расскажем Покажем Вместе Веселее Путешествовать У меня Так Много Вопросов На повестке Не зря У меня же меня сумбурный Зовут А у тебя Мой друг Все было Ложь и обман Прощай Мечты И покой А боль Незакрывшихся Ран Останется В сердце Со мной Я Мещик Не гони Лошадей Мне Некуда Больше Спешить Мне Некого Больше Любить Я Мещик Не гони Лошадей Как жажду Среди Ясных Равни Измену Забыть И Любовь Но Память Мой Злой Властелин Все будет Минувшее Вновь Я Мщик Не гони Лошадей Мне Некуда Больше Спешить Мне Некого Больше Любить Я Мщик Не гони Лошадей Анду Лошадей Неч Редактор Продолжение следует...